Как вы становитесь профессионалом в социальной реализации? Там и там вам, девчата, нужно стать профессионалами. Если вы думаете, что вот так попрыгав по верхам знаний каких-то, не углубляясь, не изменяя себя личностно, не прорабатывая многие вещи внутри себя, вы можете получить мощные результаты, этого не будет. Они будут кратковременные. Вот вы какие-то навыки получили на каких-то тренингах, как выйти замуж быстро, или как там соблазнить мужчину, или еще какие-то такие поверхностные тренинги. Если вы получили там список 10, 20, 30 навыков и употребили, это скорее всего сродни манипуляции. То есть это не выстраивание вашей личности и системы вашей, выстраивание гармонии вашей внутренней. А это просто навыки, с которыми вы манипулируете другим человеком или людьми для того, чтобы получить кратковременные результаты. Глубины там нет. Вам важно начать понимать себя. Понимать себя и начать изучать эту тему. Через изучение темы и применение этих навыков. Вот, допустим, если вы семейные отношения прокачиваете, когда вы изучаете себя, изучаете партнера, изучаете стратегии поведения друг с другом, когда вы пытаетесь понять любимого человека, когда вы пытаетесь разобраться в его потенциале, в его сильных и слабых сторонах, как помочь ему эти слабые стороны, где прикрыт тыл ему, и помочь сильные стороны его развить. На какие вещи не обращать внимания, на какие вещи фокусировать свое внимание. Вот это очень важно, да, когда вы изучаете это, когда вы применяете это, а с этой стороны подошла, не получилось, с этой стороны вот так, и так, и так, и так, когда вы тотально изучаете эту тему, и улучшаете ваши отношения, и развиваете ваши отношения, то ваш мужчина способен взлететь на небывалые высоты, если в нем есть потенциал к этому. Да, девочки, помните, что не все мужчины, не всех мужчин можно развить, не всех мужчин. При этом важно вам еще самой развиваться, постоянно находиться в развитии, то есть изучать эту тему глубоко. Тему воспитания детей, так чтобы мужчина был свободен в этой теме, а мог развиваться профессионально. Но тем не менее я не видела счастливых мужчин, которые только в профессиональной реализации, а не фокусировались на выстраивании отношений внутри семьи. Обычно такие семьи распадаются. То есть задача женщины еще уметь привлечь его внимание к тому, чтобы он уделял внимание и детям, чтобы он изучал, как нужно взаимодействовать с детьми, как нужно взаимодействовать с женой, как нужно уделять внимание хобби и семейному времяпровождению. То есть задача женщины не наезжать на мужчину, а привлекать его, очаровать его внимание, направлять на себя, на семью, но понимать в каком процентном соотношении, давать ему возможность фокусироваться на карьере и на семье. То есть в большей степени закрывать тылы касательно семьи, если мужчина, она делает ставку на том, что он будет развиваться в карьере. Потому что и там, и там обычно за двумя раками или за двумя зайцами поконишься, они ничего не споймаешь. Понимаете? То есть все-таки важно, когда в семейной паре кто-то один пробивает вот тему карьеры, если вы хотите быстро продвинуться в этой теме. Можно постепенно и там, и там, постепенно, постепенно везде развиваться, и это такой путь. Стратегии бывают разные. Но если вам нужно быстро вырасти, то нужно сфокусироваться на какой-то теме, изучать.